Доброе карантинное утро! Я болею, дети не ходят в сад и в школу, поэтому мы сидим дома и развлекаемся как можем. К счастью, сейчас идет интенсивная подготовка к праздникам. У нас Пасха через два дня, поэтому и в школе, и в садике постоянно какие-то креативные занятия. Сегодня у нас по плану выпечка маффинов банановых с Игнатом. Практически одновременно, я не знаю, как я разорвусь, но если вдруг не успеем, то после занятий доделаем. Я заранее покупала кое-что для декорирования выпечки, как раз пригодится. Помимо этого, у Захарчика сегодня будет декорирование яиц. Я как-то была в экшене, пока у нас все не позакрывали, покупала ему кисточки. Это такой бюджетный магазин, мы с вами как-то туда заглядывали. Вот такие блестки, клей разнообразный. Теперь у меня были, по-моему, из Пепко. Да, вот такие всякие камешки, которые с вами клеятся. Слушайте, Игнат как кашляет. Еще это краски, и дополнительно к ним прилагаются палочки. Можно вот так украшать все точками. Между прочим, не только яйца, а что угодно. Самим делать подсвечники. Сейчас распакуем, посмотрим. Возможно, здесь есть какие-то трафареты. А если нет, то даже лучше, потому что сами сможем что-то придумать. Я хотела купить белые яйца, заказать где-то, но их нигде нет. Везде вот только такие. Ну, ничего, типа сразу уже покрашенные. Когда-то мы с мамой шелухой от луковицы добивались такого цвета. Домики, дурдомики просто. Игнат, ну не бросай так сильно. Так, продолжаем. Что там дальше? Тесто мешаем. Рисование с Захаром закончили, опоздали. Ну, а мы догнали всех. Всеми правдами и неправдами. Мы очень старались с Игнатом, и вроде все получилось. Они какие-то такие очень белые. Возможно, так и должно быть. Сейчас пообедаем и будем украшать. Спустя несколько дней мы немножечко оклемались всей семьей. Поправляемся и начали настоящую подготовку к праздникам, к Пасхе. Тома купил некоторые цветы, которые уже распустились. Потому что пока мы дождемся, когда наши вырастут и зацветут. В этом году затянулась зима, поэтому вот он привез один горшочек. И там еще в саду есть несколько. Так симпатично это выглядит. И кролик, которого я вам показывала совсем недавно. Решила больше ничего не добавлять. Виночек тот же. И тоже так позитивненько. Обожаю маленькие детали, которые делают большую работу. Вчера целый вечер искала где-то вербу. Котики, помните, я вам говорила, что в моем детстве их называли так. И Томак сегодня привез еще не ободранные. Где-то за несколько недель в Нану-Нана я покупала небольшие яйца с веревочками. И сейчас все хотела бы украсить. И будет такая небольшая пасхальная декорация. Я обычно все начинаю украшать где-то за один-два дня до праздника. Потому что таким образом я не тороплюсь, а спокойно все успеваю. Какое-то время тому назад мы в будний день решили взять себе выходной. И всей семьей поехали в Штавницу. Это курортный городок. Уже можно сказать в горах. Также там есть классная пешеходная трасса. Можно и на велосипедах покататься. Мы находили 10 километров вдоль набережной. Там очень-очень красиво. Сейчас по классике жанра кто-то из них должен шлепнуться в воду. Интересно, кто. Хорошо, что на улице плюс 22. Ничего страшного, но не хотелось бы. Только приехавши сразу искать сухую одежку. И возвращаться в машину. Сейчас у нас праздники. Поэтому совсем нет людей. А мы к праздникам будем готовиться завтра и послезавтра. Смотрите, кто бежит. Микунька! Сейчас не додумается. Или додумается? Не, Микуся, не, не, не. О-о. К маме? Так надо к маме? Мое ты счастье. Перешла. У тебя лучше себя чувствует. Вот так пешочком мы дошли до Словакии. Вот так сейчас выглядит граница. В прошлом году здесь стояли полицейские. Но, как видите, никто не пробует ее пересекать. Потому что, мне кажется, здесь как-то строго с дисциплиной. И можно получить очень большой штраф. Годы идут, дети растут, но кое-что не меняется. Это безумно радует. Бедный. Аж грохнулся с самоката, так спешил дать мне цветочки. Здесь в Жавнице свой микроклимат. Когда приезжаешь из Кракова, то тоже ощущается разница в температуре. Здесь чуточку холоднее. А летом, когда жара, гуляешь здесь, и так свежо. Прямо не можешь надышаться этим воздухом. Хотелось бы приехать сюда в сезон, когда все будет открыто. Не знаю, получится ли снова в этом году. Потому что мамаду с ковидом продолжается. Ничего не работает. У нас, между прочим, крокусы цвели еще две недели тому назад. То есть здесь все распускается чуточку позже. Остановились перекусить в ресторане. Многое здесь до сих пор закрыто. Особенно в туристических местах даже воды не купить. И обратите внимание на местный колорит. Такая архитектура характерна для этой местности. И здорово, что некоторые дома, старые именно, были отреставрированы. Хотелось бы, чтобы побольше новых строилось в таком же стиле, чтобы сохранить вот эту часть культуры. Мне очень нравится. Кстати, девчонки, спасибо вам огромное за рекомендацию такой поилки портативной. Я заказала ее на Алиэкспресс. Многие оставляли ссылку, и я поделюсь с вами. Потому что мега практичная вещь. Теперь всегда берем ее с собой в поездки. Папу запрягли. После путешествия еще играть в столицу. Мама, мама, давай. Ой, мама вообще не будет позориться. А я тем временем планирую праздничное меню. У нас сначала будет завтрак в один день, в воскресенье, а в понедельник уже такой праздничный обед. И я думаю, что у меня есть силы приготовить много всего разнообразного. Я дома купишу целый список того, что ему нужно купить. Обычно он что-то забывает. У кого так же... Я не знаю, я уже как-то стараюсь делить все по категориям, чтобы он не носился по всему магазину. Мясо отдельно, овощи. Потом всякие там консервации, оливковое масло и так далее. И молочка. Но я думаю, что все равно он еще после этого несколько раз бегает в магазин. Будет у нас и традиционный польский салат, который выглядит вот так. Вообще, вот эта страничка, если умеете пользоваться гугл-переводчиком, то очень рекомендую. Квестиосмаку.ком Еще мне хочется приготовить вот такие булочки с мясом на отдельный борщ. А красный борщ в Польше, он пьется. То есть здесь вообще ничего не плавает. Он просто подается или отдельно вот так в стаканчике, в чашке. Или же здесь плавают типа как пельмешки. Еще знаете, что хочу испечь? Вот такую типа как пасочку. Но без... Еще хочу испечь типа вот такую пасочку. Семье моего мужа и в принципе среди наших знакомых поляков очень часто на стол кодут вот такие маленькие пасочки, чисто символически. Если у нас прям едят целую неделю потом, то здесь это не так. Или я попала в такое окружение. Я буду печь типа как что-то похожее на бисквит. Наверное так. И у меня как раз есть такая формочка. Будет и красивая, и вкусная. И не хочу ничем поливать. А просто посыплю как здесь сахарной пудрой. Вот. Все запланировала. Отправлю Томику. Видите, полдесятого. И буду уже на сегодня отдыхать. Даже не спрашивайте, чем я тут занимаюсь на карантине. Но в половину дня я отдирала руки от клея. А это наше творение с Игнатом. Кстати, так здорово, что у нас закрыли садики. Ну, в последний момент уже перед праздниками. И нам выдали очень многое для того, чтобы каждый ребенок мог сам создать композицию. Игнашка все раскладывала, а мама помогала клеить. И вот этот мох тоже там был. И веревка отдельная. Я каждое яйцо обматывала. Сначала намазывала клеем, потом обматывала. Короче, веселуха еще та. Так что ко всему еще и у нас хватило сил для того, чтобы сделать что-то своими руками. По-моему, получилось очень даже симпатично. У меня была дома свеча. Мы ее тоже подвязали веревочкой. И праздник к нам приходит. Контрольная проверка, чего из списка не оказалось в покупках Томака. Пока что все нормально. Все есть и даже больше. Надо похвалить. Молодец. Вроде как. О, я, наверное, грязная. Ну, сори. Я тут целый день готовлю. Зарка, смотри, чтобы они не разбились. Выбирай, какие цвета, какие тебе нравятся. Я тебе покажу, можно? А ты потом сделаешь. Смотри. Лучше взять вот так. Видишь? Так по серединке нужно положить. И подготовь ей, маме. Цвета выбери, какие тебе нравятся. Я думаю, что все равно нам лучше... А, подожди, Зарка. Думаю, тебе такие даже больше понравятся. Смотри. Выбирай, какие хочешь. У меня тут есть... Скажите, сейчас выберешь себя хорошо. Смотри, какие красивые есть. Цвета, мне вот это, например. Для мамы сделаешь такое? Обожаю эти пленочки. Я помню, когда они появились у нас. Я тебе сейчас расскажу. Вот так одень, и надо сейчас кипяченую воду их класть. А я ничего не обниму. Не подожди. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, оставь это, мама, завтра салат сделает. Смотри, я тебе предлагаю лучше... Мне тебе подожди. Вот, смотри, разложи тут салфеточку. И просто над салфеточкой делай это, да? Она не будет. О, вот. Выбирай. Вот это можешь, маме, тоже? Смотри, какие тут красивые есть. Спадку купили? Купила, точнее. Смотри, Загарка, какие тебе нравятся? Тут еще можешь выбрать. И вот еще в корзинке тоже, маме. Ой, это будет для мамуси, это очень красиво. Смотри, получилось. Корзинка у нас будет. Ну и сади туда своего парашка. И спать. Вот. Отлично. Давай пасточку сюда положим, такой мини-мини. Красиво. Получилось? Супер. Спасибо, зайка. Еще также по традиции в корзинке должна быть верба, веточка. И букшпан. Букшпан это такое растение, которое я чаще всего вижу на живой изгороде. То есть, оно даже зимой остается зеленым. Загарка, да, спасибо за пальчики вверх. Будем благодарны за поддержку. Юный блогер. Так что мы возьмем. У меня забегу 5 тысяч лапок вверх. Можете нам подарить, пожалуйста? 5 тысяч. Мы будем искренне благодарны. Ой, так много не будет, Захар. Это у меня столько моих зрителей. Но я не знаю, насколько это реально. Мы очень поздно ложимся спать. И Захар в 10 часов вечера режет свеклу для меня. Помогает. Ну что, все готовятся к Пасхе? Ну что, буду заготавливать булочки с мясом к борщу. Нам будут необходимы очень простые, доступные ингредиенты. Для теста это мука, дрожжи, мягкое масло, желтки, сметана и соль. Я не буду снимать сам процесс, скажу вкратце. Берем полкилограмма муки. Точные пропорции оставлю в инфобоксе, чтобы я сейчас не ошиблась. Дрожжи, масло. Вымешиваем. После этого добавляем желтки, сметану. У меня, как видите, 18% и чайную ложечку соли. И еще раз вымешиваем тесто. Тесто готово. Прикрываем его хлопковым полотенцем и ставим в какое-то теплое место на 25-30 минут. Я отварила мясо и морковку на пару. Это можно сделать в воде. Просто не забудьте добавить соль. И также у меня здесь ящневая каша. То есть булочки будут не только с мясом, но и с кашей. Все это отваривается отдельно. Я использовала термомикс. Очень удобно за 20 минут. И на пару готова и каша отварена. И еще также я измельчила лук и немножечко его поджарила. Вот до такого состояния вы это можете сделать на сковородке. Теперь берем блендер, кладем лук, мясо, морковь и измельчаем все. Специально показываю вам консистенцию. То есть не прямо пюре делаем, а вот приблизительно так. Дальше кладем нашу кашу, 2 белка, чайную ложечку сверху майорана. Эта приправа довольно популярна в Польше. Стоит недорого и ее часто кладут в традиционные блюда, в частности к мясу. Пол чайной ложечки тимьяна. Он также везде здесь продается, в каждом продуктовом магазине. Во всех фаршах такого плана очень хорошо ощущается перец, поэтому тоже кладем 1 чайную ложечку перца и сделаем не камеры, но чайную ложечку соли. Тщательно перемешиваем и фарш готов. Раскатываем тесто в прямоугольник, но не слишком тоненько. Разделяем на такие части, чтобы получилось по 7 сантиметров приблизительно. И выкладываем фарш. Я люблю, когда фарша много. У нас должны получиться такие колбаски. Этой частью мы будем запекать вниз, когда все разрежем. Но следите, чтобы не было пробелов. И разрезаем по длине где-то 5 сантиметров, чтобы они были. Можно и больше, если захотите, но больше, в сетании они небольшие. Еще один финальный штрих, который мы сделаем. А тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. Отделяем белки от желтков. Вот такая кисточка это супер вещь. С белками мы будем смазывать нашим польские паштетики. А если у вас остаются желтки, то можете сделать, например, домашний пудинг, чтобы их не выбрасывать. Тоже вкусный десерт получится. Помимо этого, я здесь подготовила уже зернышки сезама, польская чернушка. Я не знаю, как это по-русски. Но если у вас нет чего-то такого, то можно посыпать даже маком. Если же в вашей кухне нет ничего, чем можно посыпать булочки сверху, это вообще не проблема. Мы просто смазываем белком и оставляем их так. Я запекала без термообдува. И в общей сложности получилось 33 минуты. Средите за ними, чтобы они не сгорели, но слегка подрумянились, как вот эти сзади. Видите? Вкуснотень. Игнать не может дождаться. Будет есть прямо сегодня. Слушайте, я начинаю переживать, что мои булочки будут съедены еще до праздника. Но ничего страшного, мы все равно не останемся голодными. Они очень вкусные. Вот так берешь одну, вторую, постоянно рука тянется к ним. Они не сухие внутри. И такие нежные, приправные достаточно. Прям вкуснятина. И также я знаю, что многие девчонки смотрят меня, например, из Европы. Возможно, у вас где-то есть там польские магазины, или вы бываете здесь, или можете у кого-то из знакомых заказать, кто будет ехать к вам. Прихватите вот этот готовый борщ. Фирма Кракус. И я вот общалась со своими польскими подружками. Много кто не заморачивается с борщом. И мне многие советовали именно этот. Действительно, борщ, хоть и такой, знаете, банальный, но он так долго готовится. Там вообще танцы с бубнами с ним. И я один раз в год именно на праздники рождественские сама готовлю, а в основном покупаю. И вот этот удобно брать, потому что это не стеклянная тара. И он даже по сравнению с домашним очень даже ничего. Так что в этом году у нас будет вот такой борщ. У нас мужчина продает овощи и фрукты рядом с домом. И у него есть вот такой из маленького какого-то производства. Но вот этот тоже хорош. Корзинки мальчиков готовы. Я еще нашла маленькую баночку. Отмыла ее от всех этикеток. И сложила сюда свеклу. Разогреваю свой отпариватель. Хочу разгладить вот эту дорожку, которую недавно вам показывала. В Пеппо покупала. И полотенце повешу на духовку. Как раз там все убрала. И обновим немножечко. Помимо этого, хочу сегодня сделать заготовки на стол. У меня есть вот такие салфетки. Они то ли из льна, то ли из какого-то хлопка. Скорее всего, это лен. Потому что они очень плохо разглаживаются. И всегда такие слегка помятые. Я покупала их в Икее очень давно. Я думаю, лет пять назад, наверное. Ну, реально. Я даже не помню. Но до сих пор, как видите, хорошо мне сужат. И тоже неплохо отстирываются. Светлый цвет. Замачиваешь в отбеливателе. И прекрасно. Но отгладить их, это, конечно, полная катастрофа. Я уверена, что мне не хватит просто отпаривателя. Поэтому сейчас еще подготовлю воду. Буду предварительно сбрызгивать все. Для того, чтобы влажным вот это вот все лучше отгладилось. И покажу вам уже в итоге, что я там наскладывала. Нашла свои кольца. Сейчас, секунду. Вот такие. Ларитут. Я как-то показывала вам распаковку. Они очень классные. Вот просто лаконичные. И если вам прям срочно необходимы такие кольца, то, к сожалению, дороже. Но можно найти прям всю минуту в Zari Home. В H&M Home точно. Ну, а если можете подождать, то, опять же, Ларитут или Алиэкспресс. Но на Алиэкспресс таких гладеньких я не видела. Они в основном идут с какими-то узорами. Но сужат точно так же. Наконец-то я приучила себя именно с вечера делать какие-то небольшие заготовки. В кухне я что-то нарезаю, что нужно будет только смешать. Или разглаживаю салфетки. Для того, чтобы утром уже не торопиться. А то обычно это стандартная ситуация, когда гости буквально на пороге. А ты сама не собрана и не все приготовлено. И стол накрываешь в последнюю минуту. Также в этот вечер я решила сделать польский оливье. Он без мяса. И очень удобно, потому что когда варишь куриный бульон, то у тебя уже есть отваренная морковь, отваренный корень сельдерея и корень петрушки. Отдельно я сварила яйца. Я обязательно напишу точное количество в инфобоксе. И в отдельной кастрюльке я еще отварила в соленой воде картошку. Ну, штучки 4, наверное. Главное, чтобы овощи не слишком разварились, чтобы они не разлезались в салате. Я все нарезаю кубиками. И мне лично не очень нравится, когда слишком, так вот знаете, мелко порезано, что непонятно, что ты ешь. Как каша-малаша. Поэтому кубики у меня средние по размеру. Помимо этого еще добавляю несколько квашеных огурцов. Чисто для кислинки. Но чтобы этот вкус не преобладал. И сейчас вы удивитесь, но я нарезаю половину яблока кисло-сладкого. Тоже немного, но благодаря яблоку именно появляется какая-то сочность и такой хруст. Можно взять и обычный лук, но у меня был свежий. Я сначала нарезаю белую часть, но потом решила добавить и зеленую. Когда салат настоится за ночь, то лук не будет особо ощущаться. На самом деле у меня было 6 яиц. И я помню, что когда дома нарезала их, я терла на терку. А сейчас вот как-то быстро-быстро кубиками. Добавляю также целую банку горошка, прилично перца, приблизительно пол чайной ложечки, майонез по вкусу, чтобы это все не плавало, а просто равномерно распределилось по салату. То есть, ну такое стандартное количество. И чайную ложечку соли. Хорошо все перемешиваем. И наш поиски оливье готов. Я вам уже говорила, что здесь нет таких куличей, как у нас. Точнее, у нас они совершенно другие. Моя мама печет супер вкусно, и нужно у нее выпросить рецепт. Здесь же в Польше есть и дрожжевые, и похожие на бисквиты, и с лимонной цедрой, такие, как я сегодня буду делать. И, кстати, то, что я буду печь сегодня, это один из самых простых рецептов, и без дрожжей. Причем ингредиенты довольно доступные и простые. Я уже заранее кое-что подготовила, потому что у меня тут довольно сложный процесс. Отваривала овощи. Ауч! Горячая крышка. Не люблю эти кастрюли. Будет также салат традиционный, вот как у нас оливье. Здесь овощной салат с майонезом, конечно же. Покажу, когда уже сделаю. Я уже заранее взяла форму, натерла ее хорошо маслом и посыпала мукой. Также я успела, ну, так как, наверное, большинство не станет заморачиваться, возьмите просто сахарную пудру, натрите цедру одного лимона приблизительно, такого среднего, и смешайте это все. Я же перемолола в блендере, у меня прям мелкое-мелкое все получилось, но это вовсе не обязательно. Я также растопила 200 грамм масла сливочного. Все это ставим отдельно. 4 яйца. Нам еще необходим разрыхлитель, конечно же, мука, крахмал и ванилька. Насколько я помню, это также все. Давайте продолжим готовить, потому что сейчас такие ключевые шаги будут. В большой тарелке смешиваем эти ингредиенты и взбиваем миксером. 4 яйца, сахарную пудру с лимонной цедрой, засыпаем, ванилька. Теперь все взбиваем миксером или хотя бы венчиком. Теперь засыпаем 200 грамм муки, 100 грамм крахмала, 2 чайные ложечки разрыхлителя. Обожаю вот этот. Кстати, я его покупала уже так давно на iHerb и до сих пор не закончился. С ним у меня всегда очень удачная выпечка, при том, что я не спец. Продолжаем взбивать на низких оборотах буквально несколько секунд. У меня вот написано 10. Я сейчас забрала отсюда пробку и у меня появилось отверстие. Вы продолжаете взбивать и потихоньку вливаем растопленное масло. Этим и займусь. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Можно включить термообдув. Но у меня он какой-то такой не очень, поэтому я на него не всегда могу рассчитывать. Переливаем наше тесто в форму и запекаем 40-50 минут. Но для того, чтобы удостовериться, что реально все хорошо пропеклось, потому что у всех разная форма, берем палочку и прокалываем. Если видим, что палочка сухая, то тогда уже наш пирог готов. Кстати, смотрите. Как у меня фартухи. Он у меня из Парижа. Я была в поездке с Буржуа и мы в одном из самых крутых отелей делали макаруны. И я привезла с собой фартушек. Так что такое у меня воспоминание. Только посмотрите, какая красотка. И она очень мягкая. Не хочу ее мять. Руки у меня чистые, к счастью. И сейчас еще хочу посыпать все сахарной пудрой. Немножко, просто чтобы ее чуть-чуть украсить. Боже мой, как хорошо, что я успела сделать это вчера вечером. Я уже не снимала, потому что было поздно. Но хотела показать вам, как я накрыла стол в этом году. Вы знаете, что для меня это отдельный вид удовольствия. Вчера уже все пошли спать. Я спокойно занялась любимым делом. Я вчера долго искала, как бы сложить салфетки. Вот именно, чтобы вставить в кольцо. Ничего толкового не нашла. Поэтому крутила и вертела, и что-то придумала сама. В каждую салфетку я вставила небольшую композицию из зеленушки. Я все это покупала отдельно. Отдельно, к сожалению, я сама не успела сделать композицию на стол. Но, к счастью, у нас есть очень классные флористы. У них свой цветочный магазин. И они делают абсолютно все. Я приехала, это уже было готовым. Я подумала, что как раз идеально впишется в то, что я задумала. Начинаю все раскладывать, потому что время поджимает. Надеюсь, что вы тоже вдохновитесь. И что вам понравилось? Спасибо вам огромное, что вы провели этот праздничный влог со мной. Я надеюсь, что вам было интересно. И буду благодарна за пальчик вверх. Я вас крепко целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok